Снос непригодных домов, строительство детских садов и школ, результаты ЕГЭ и Путина в Сытоминском восходе. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Давыдова. Это программа «Говорит район. События муниципалитета». Интервью «Проблемы. Их решения. Говорит Сургутский район». Показывает телеканал «Сургут-24». Быстрее и эффективнее администрация Сургутского района решила взять на себя снос ветхих и непригодных домов, а не заключать контракты с подрядчиками. Выполняет соответствующую работу муниципальное предприятие «Сургут-Райторф». Организация не только сносит деревянные, непригодные для жизни строения, но и убирает мусор с площадки. По сути, участок, на котором раньше стояло здание, оказывается полностью готовым для дальнейшей на нем деятельности. Заниматься самим сносом ветхих и приспособленных строений власти Сургутского района решили, чтобы работа выполнялась быстрее. К тому же они видят, сколько денег реально необходимо, и если дешевле эта работа не стала, у нее нет поводов и к тому, чтобы подорожать. Для сторонних организаций, недобросовестных подрядчиков и тому подобное, при заключении контракта, как можно быстрее потратить бюджетные средства, а потом с муниципалитетов требовать еще. Поэтому, ну, так как, скажем, мы говорим о том, что нецелевое использование и дополнительные неэффективные затраты бюджета поселений несли, соответственно, мы сейчас четко понимаем, какое количество денежных средств необходимо на сам процесс работы по сносу и какие денежные средства необходимо затратить на саму утилизацию. Станислав Валов отметил, что полигоны, которые принимают отходы, как правило, выдают талоны, подтверждающие, что мусор действительно вывезен на специально предназначенный для этого участок. Подрядные организации, которые раньше занимались сносом и утилизацией мусора, могли эти документы не предоставлять. Это значит, что отходы, которые они вывозили, вероятно, могли оказаться где-то недалеко в лесу. А ликвидация несанкционированных свалок – новая статья бюджетных расходов. Всего в 2020-м в районе снесут несколько десятков старых зданий. На редкие дома и балки из казны направили порядка 33 миллионов рублей. Уже убрали шесть бывших жилых домов, четыре в Барсово и два в Белом Яру. Ликвидацию таких строений стараются осуществлять как можно быстрее, несмотря на то, что входы в объекты ограничивают. Само по себе строение опасно только лишь в том, что туда могут проникнуть посторонние лица, лица без определенного места жительства, дети, которым все интересно и тому подобное. Поэтому мы стараемся ограничивать этот доступ. И, соответственно, чем быстрее мы снесем, тем меньше риск попадания туда сторонних лиц, которые бы могли повлечь какой-либо пожар, либо какое-то чрезвычайное происшествие. Ну и, соответственно, конечно, чтобы наши детки не страдали. И вновь удалось опередить сроки. В сельском поселении Нижнесартымском детский сад построили раньше на полгода. В здании есть все для разностороннего развития малышей. От современных детских площадок до зала хореографии и даже бассейна. По прогнозам главы муниципалитета, и новую школу в населенном пункте смогут возвести быстрее, чем планировали. В чем секрет столь быстрой сдачи объектов? И что еще появится у жителей в следующем году, расскажет Андрей Лобов. Интерактивные доски в каждой из 15 групп. Бассейн, лифт, зал для хореографии. Новый трехэтажный детский сад в Нижнесартымском стал настоящим украшением населенного пункта. Но главное, что его открытие ликвидирует очередь и обеспечит местами всех малышей сельского поселения. Построили здание в рамках инвестиционного договора. Его стоимость более 470 миллионов рублей. Во время рабочей поездки в дошкольном учреждении побывал и глава района. По решению Андрея Трубецкого, для удобства родителей и безопасности детей, за пределами территории сада обустроят парковку. Тут трубы идут вдоль забора, то есть они на трубы не лягут. Хорошая парковка будет. А сейчас получается, что... Не будут кого-то смешать? Нет, они потому что идут вдоль дороги трубы. Двери детский сад откроет для малышей уже 1 сентября. Хотя по плану срок сдачи был на полгода позже. По словам заместителя главы Сургутского района Юлии Марковой, добиться столь быстрого строительства удалось благодаря заключению инвестиционного договора. Именно вот форма, скажем, такого муниципально-частного партнерства, как инвестиционный договор, нам уже неоднократно показывает именно досрочный ввод объектов в эксплуатацию, поскольку застройщик сам проектирует этот объект. Это сокращает и сроки по проектированию, и в итоге по строительству. Детский сад – это не единственный социальный объект в Нижнесартымском. Весной этого года начали возводить школу на 1100 мест. По проекту здание будет в нескольких уровней. В двухэтажном корпусе расположатся несколько залов для занятий спортом и хореографией. 25-метровый бассейн на три дорожки. На данном этапе сейчас уже заканчиваются в этом месяце работы по возведению фундаментов. И приступаем уже, как видели, вот четырехэтажная часть, уже стены подвала возводятся, и процентов на 30 установлены колонны подвальной части здания. Закончить строительство планируют в конце следующего года. Проект осуществляется в рамках концессионного соглашения. Оно было заключено одним из первых в Югре. Площадь будущей школы – 21 тысяча квадратных метров. Стоимость – более 1 миллиарда рублей. Однако изначально объект был намного дороже. Была сложность с проектом, поскольку проект был очень большой. Это порядка 30 тысяч квадратных метров была школа. Соответственно, и стоимость этой школы была порядка 2 миллиардов рублей. Мы не вкладывались в нормативы финансирования, в связи с чем было принято общее решение о перепроектировании проекта, об изменении конструктивных решений. Соответственно, с «Монолита» мы переходим на панельное строительство. И с учетом грунтовых вод тоже было принято решение о подъеме самой школы. В зону застройки школы попадает спортивная площадка. Приняли решение здесь ее демонтировать и установить в одном из дворов Нижнесартымского. Обязательство выполнить эти работы взял на себя консессионер. Демонтируемые, можем безвозмездно это демонтировать. А мы на монтаж. Там основная затрата будет покрытие. И монтаж. Да, оно дорогое. И монтаж мы сделаем. Покрытие надо сделать хорошее, да, это прямо безопасное. Для того, чтобы в новых объектах бесперебойно было отопление и горячая вода, в сентябре в Нижнесартымском начнут строительство котельной на 9 мегаватт. Из средств муниципалитета на эти деньги потратят порядка 90 миллионов рублей. Сдача запланирована на апрель 2021-го. К школе мы строим котельную, потому что поселок очень быстро растет. И сейчас уже, скажем так, существующих отношений не хватает на те объекты, которые есть. А в этом году вводим детский сад на следующий год, школу. Стретительство дома для педагогов, учителей, врачей планируется. То есть, ну, для служебного жилья. Также отремонтируют два котла в уже существующей котельной. Она эксплуатируется около 30 лет, и оборудование перестало справляться с нагрузкой. На ремонт район выделил около 11 миллионов рублей. Андрей Лобов, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Говорит район». Для рыбодобывающего предприятия «Восход» в Сытомино стартовала Путина. Это сезон, во время которого идет интенсивный вылов рыбы. Что же с ней происходит потом? «Восход», заметим, очень хорошо поработал в направлении производства. Компания «Партнер» перерабатывает улов. Продукция потом направляется на экспорт. Делают на предприятии еще и рыбий жир, который потом в качестве подкормки дают скоту. Появился в «Восходе» и коллагеновый цех. Сейчас там производят его для косметических целей. И коллаген также направляется за пределы района. В планах наладить медицинскую линию. Производить специальные коллагеновые губки для ожогового центра. Такие препятствуют развитию инфекционных осложнений. Валерия Кудрявцева побывала в Сытомино и знает о «Восходе» больше. Рыболовство – одна из древнейших форм хозяйственной деятельности человека. Наши далекие предки могли поймать рыбу буквально голыми руками. У меня сегодня даже на удочку это сделать не получилось. А в Сытомино есть целое предприятие, где занимаются рыбной ловлей в промышленных масштабах. И там точно знают способ, как собрать большой улов. Штат муниципального предприятия «Восход» небольшой. Всего 22 человека. Большая часть сотрудников, конечно, рыбаки. И сейчас у них особая пора – летняя путина. Рыбы ловят с помощью невода. Его протяженность около 900 метров. Вытягивают его с двух сторон. На одно рыбаки с помощью механизма затаскивают сеть в лодку. На другое два человека тянут ее за собой. Образуется мешок, в котором и находится весь улов. Мы вытягиваем его. В конце, вот, мотня, мы выбираем там вся рыба. Весь процесс занимает около часа. Из сети рыбу выгружают в небольшую лодку под названием «Бударка». Однако за борт отправляют осетроп и стерлить. Их вылавливать строго запрещено. Ограничения есть и для муксуна, нельмы и сырка. Эти виды добывают только для рыборазводников. После сортировки улов отправляется до плашколта – грузового судна. Там рыбу поместят в ящики и довезут до предприятия. На одном таком добывающем звене работают по 14 человек. Всего звеньев в восходе два. Это в половину меньше, чем было раньше. Проблема в нехватке людей. Чтобы хоть как-то привлечь новые кадры, в будущем руководство планирует заключить договор с Тобольским рыбопромышленным техникумом. Договор заключаем с Тобольской, это училищем мореходным. И предлагаем молодежи, кто пойдет. То есть, если коммерческие группы, переработка, мастера прибрежного лова, то мы готовы им оплачивать. Ну, соответственно, в дальнейшем с отработкой у нас. Может, так привлечем людей, кто тогда останется. Люди нужны на каждом этапе. Даже ящики сплошколта приходится выгружать почти вручную. По ленте рыба попадает в цех сортировки. Там, опять же, вручную распределяют ее по весу и виду. Ясь отдельно, плотва отдельно, окуньчука отдельно. На этом работа сотрудников предприятия «Восход» заканчивается. Переработкой рыбы с января этого года занимается научно-производственная компания «Велес». Их цех находится в соседнем здании. Однако, прежде чем заняться разделкой рыбы, необходимо ее заморозить для обеззараживания. Все это промораживается в шоковой камере. Минус 51 градус, примерно сутки, в зависимости от размера рыбы. Потом поступает сюда, в эти баки, заливается водой, происходит разморозка. Раньше добывающее предприятие «Восход» реализовывало необработанную замороженную рыбу. Сейчас, благодаря сотрудничеству с компанией «Велес», из сырья производят снеки, вяленое филе. Скоро в цехе появится пельменный аппарат. К сентябрю запустится производство полуфабрикатов. Всего планируется около 26 наименований. Но главное на этом производстве не мясо рыбы, а то, что обычно выбрасывают – внутренности и шкура. Из первого на рыбомучной установке, которую уже закупили, будут производить ветеринарный рыбий жир и костную муку для комбикорма. А из шкуры уже производят рыбий коллаген, который, по заключению ученых, почти на 30% лучше усваивается в организме человека, чем тот, что производят из крупного рогатого скота. Выяснилось, что наш коллаген, если смешивать, допустим, с лизоатами, такой продукт имеет очень сильный заживляющий эффект, из плесени его там добывают. Если его смешивать с нашим коллагеном, он восстанавливающий эффект, то получаются противолежневые прокладки для онкологии. В России такого не производят, то есть это вот как одно из направлений на импортозамещение. Мы хотим уже где-то к октябрю месяцу этого года прийти. Кроме этого, руководитель предприятия планирует производить коллагеновые губки. Они отлично справляются с заживлением кожи после ожогов. Для этого необходимы клинические испытания, которые хотят провести в окружном ожоговом центре. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Говорит район». Отдых в современных реалиях. Учиться дистанционно школьники уже привыкли. Впрочем, в этом году и отдохнуть в детских лагерях дневного пребывания им предстоит в онлайн-формате. Пока смены для 2670 ребят района с 1 августа открыли на 21 день. Однако при благоприятной эпидситуации их сократят до 14. Педагоги, вожатые с 8.30 утра до 14.30, будут выходить с ребятами на связь от 3 до 5 раз. Организуют как индивидуальные, так и групповые видеоконференции. Детей, у которых нет технической возможности выйти на связь, обеспечат ноутбуками. Также на каждого ребенка, который зачислен в лагерь, родителям выдадут продуктовые наборы. Их наполнение согласовали с Роспотребнадзором и специалистами по детскому питанию. Продуктовые наборы решено выдавать в точках выдачи, которые организованы на базе тех образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, на которых размещаются лагеря с дневным пребыванием. Заблаговременно, за двое суток, каждому родителю, законному представителю, будет доведена информация, в какое время надо прибыть, для того, чтобы забрать продуктовый набор. Пока одни школьники отдыхают в летних лагерях, пусть и онлайн, у других завершился один из важных жизненных этапов. Несмотря на особые условия, во время сдачи единого государственного экзамена, выпускники района смогли улучшить результаты по сравнению с прошлым годом. Сотрудники Департамента образования отметили, что вырос средний балл по русскому языку, географии и информатике. Всего в муниципалитете ЕГЭ сдавали 650 ребят. Из них на максимальное количество баллов с испытаниями смогли справиться пятеро. По литературе высокий результат показала ученица Федоровской школы номер два. По русскому языку выпускница из Ленторской седьмой школы и трое по истории из Белоярдской первой, Федоровской пятой и Ленторской четвертой школ. Всем нашим выпускникам и пожелать успешного поступления туда, куда они задумали. А нашим педагогам, несмотря на то, что им пришлось действительно в короткое время освоить нетрадиционный способ обучения, это дистанционное обучение, изучить все цифровые платформы, все возможности для онлайн транслирования своих уроков, и в том числе консультаций. И хочу отметить, что консультации проходили не только массово, как мы всегда обычно их проводили, но очень много было именно индивидуальных консультаций, может быть, поэтому такой результат. Это была программа «Говорит район». Все выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте indifisnews.ru в одноименной вкладке. Я желаю вам только хороших новостей. Будьте здоровы, до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова